Сегодня у нас очередное пленарное заседание. Партия и фракции, как и вся страна, соболезнуют родственникам погибших и скорбит по жертвам трагедии в Кемерово. Но нас смущает несколько обстоятельств. Прежде всего, попытка сокрытия реального числа жертв. Второе, попытка обеливания должностных лиц, которые, по нашему мнению, несут полную ответственность, так как причина этой катастрофы, как и предыдущих, это алчность собственников, коррумпированность и аффилированность чиновников, различных контролирующих органов и исполнительной власти. Ну, далеко ходить не надо. У нас губернаторы посажены за то, что комнатами собирают взятки, как и полицейские, напомню вам, полковника Захарченко, у которого ни одна комната денег была. У нас за только последние пять лет осуждены 13 губернаторов, порядка 20 первых заместителей и заместителей, порядка 25 мэров и несчетное количество правоохранителей различных званий и должностей. Поэтому мы будем настаивать на создании, наконец-то, полноценного парламентского расследования, потому что в системе тотальной коррупции мы убеждены, что виновниками окажутся стрелочники, а не собственники Шабаи, которые, в принципе, живя в других странах, извлекают из России колоссальную прибыль. Я с трибуны Думы вам приводил статистику, мы проанализировали. У нас сегодня 23 триллиона розничного оборота фактически контролируются иностранцами. У нас в каждом, даже небольшом городке и райцентре, есть своя зимняя вишня, которая переоборудована из заброшенного обанкротившегося завода или пищекомбината и не соответствует, в принципе, никаким снипам и нормам. Потому что та же зимняя вишня была переоборудована из обанкротившегося пищекондитерской фабрики. Вы слышали, что даже ее посетители, молодые граждане Кемеров, вчера в эфире нескольких каналов, говорили, что они до этого видели искрящиеся потолки, видели протекающую крышу. Но такого беспредела, когда закрывают младшеклассников в кинозале, запирают все двери, это все сверхпреступления. И мы убеждены, что такие трагедии вообще должны объявляться общенациональным трауром. Мы уверены, что парламентская комиссия, а у нас достаточное количество квалифицированных людей, начиная с бывшего первого заместителя главы Следственного комитета, председателя комитета по безопасности Валеева, Эрнеса Абдуловича, Юрия Петровича Синельщикова и целого ряда других товарищей, которые в состоянии квалифицированы с точки зрения и уголовного, и гражданского, и других кодексов и законов, проанализировать ситуацию. Для чего? У нас ведь, посмотрите, у нас трагедия не первая. Только в Кемеровской области за последние 10 лет прошло больше 20 всевозможных катастроф и аварий. По стране у нас сгорел не первый центр. Я вам напомню известную хромую лошадь, сгоревшие торговые центры в Ухте и в других территориях, в Казани. Скажите, пожалуйста, вы на сегодняшний день знакомы с фигурантами, кто виновен конкретно и что предпринято? С нашей точки зрения, без глубокого анализа, в том числе законодательной базы, которая, с нашей точки зрения, необоснованно, либерализирована и, в общем-то, противоречит во многих положениях друг друга, невозможно предотвратить катастрофу в будущем. Поэтому на сегодняшнем заседании мы считаем, что в 70 вопросах, 62 из которых основных, отсутствует пока главный вопрос – постановление об организации комиссии по парламентскому контролю, и мы такое предложение будем носить. Продолжая кемерскую тему, я хотел бы высказаться, вот в каком плане представляется, что все-таки в значительной мере ответственность за такие факты несет и наше правительство, которое взяло курс на либеральную экономику, на либерализацию нашего бизнеса. Сейчас для нашего бизнеса самое главное – это заработать деньги, перекачать его за рубеж. Так настроено большинство бизнесменов, к сожалению. И правительство по существу поддерживает этот курс, полагая, что именно таким путем бизнес, он сможет вывести нашу экономику, свободный бизнес, свободный капитал сможет вывести нашу экономику на новые рубежи, на высокие рубежи. На самом деле ничего такого не произойдет, ничего такого не происходит. Мы убеждены нашей фракцией, что бизнес должен существовать в условиях жесткого государственного контроля. По-другому для современной России, другой вариант для современной России неприемлем. И поэтому мы всемирно поддерживаем развитие и совершенствование форм государственного надзора и контроля, и в первую очередь совершенствование прокурорского надзора. Это самая главная форма нашего контроля, это самый главный надзирающий орган в нашей стране. В этих целях фракция КПРФ внесла в Государственную Думу целый ряд законопроектов. В частности, уже три года без движения лежит серьезный законопроект, подписанный руководством фракции. Законопроект направлен на расширение полномочия прокуроров в сфере досудебного производства. Он представляет прокурорам широкие возможности в надзоре за следствием и дознанием. Во-вторых, это законопроект, который посвящен представлению прокурора права расследовать уголовные дела в тех случаях, когда, по мнению прокурора, нельзя доверять следователям Следственного комитета, ФСБ или МВД России. Ну и в-третьих, это законопроект, который на прошлой неделе мы с Николаем Васильевичем внесли. Это законопроект, посвященный представлению прокурору права доступа к банковской тайне. На сегодня такое право имеет порядка 30 организаций, в том числе и судебный пристав лейтенант имеет право доступа. А вот генеральный прокурор России Чайка не может получить сведения по счетам юридических лиц и граждан. Подобный законопроект месяц назад Государственная Дума отклонила. Мотивация была такая. Правительство заявило, что представление прокурору подобного права, оно дискредитирует институт банковской тайны. То есть прокурор дискредитирует банки, если будет иметь такое право, если будет доходить до этих тайн, если будет с ними работать, с этими тайнами. Ну, если тайна, она криминальная, то ее и надо дискредитировать, ее надо открыть и показать людям, и показать всему обществу нашему. Этот институт необходим для того, чтобы прокурор имел возможность пресекать отток капитала за рубеж, который в прошлом году возрос у нас на 60%. Необходимо для того, чтобы бороться с коррупцией, ну и необходим даже для того, чтобы решать такие элементарные вопросы, как предъявление исков к тем или иным негосударственным структурам для взыскания заработной платы в пользу начисленной гражданам, начисленным работникам. Полагаю, что если вот эти наши законопроекты и некоторые другие, которые касаются прокуратуры, будут поддержаны журналистским сообществом и гражданами, то мы сможем решить очень важные проблемы усиления государства. Одной из главных причин коррупции во многих государствах, и в нашем частности, является несменяемость власти и колоссальные фальсификации на выборы. Среди шести субъектов мы в том числе не признали и выборы Кемеровской области. Поэтому мы считаем, что немецкая пословица «Избыток знаний порождает дефицит желаний и алчность, и коррупцию», она, наверное, как никогда кстати, как раз по ситуации, сложившейся в Кемерово. Субтитры создавал DimaTorzok